Апрель 2020 года. Белокуриха – город-призрак. На улице ни одного отдыхающего, ни одной проезжающей машины. Пандемия закрыла двери оздоровительного курорта на два с половиной месяца. Доходы катастрофически упали. Этим летом Алтайская здравница берет реванш. Санатории заполнены практически на 100%. Где-то порядка на 30% мы увеличили объем относительно 2020 года. Но и процентов на 10 больше, чем до пандемийного 2019 года. Большую роль в восстановлении туризма Белокурихи после коронавирусного пика сыграл туристический кэшбэк. 20% скидка при покупке туров в санаторий. Вот выручка у нас июня по август составила 560 миллионов. Из них реализовано больше, чем на 150 миллионов рублей. Это именно по программе кэшбэк. То есть люди ей использовались, она была актуальна. Она работает сейчас. Уже продлили второй раз. После такого бонуса путешественники в прямом смысле атаковали город-курорт. Коронавирус значительно изменил географию отдыхающих. Если раньше в Алтайскую здравницу поправить свое здоровье приезжали в основном жители сибирских городов, то теперь львиная доля отдыхающих приходится на жителей европейской части нашей страны. Воздух абсолютно другой, климат другой, сухой такой, хороший, приятный. Сколько дней уже находитесь здесь? Второй день. Вот уже что-то почувствуете? Ну да, да, мне нравится, мне очень нравится. Я бы хотел даже переехать на постоянное место жительства сюда. В следующий раз мы хотели бы сюда приехать зимой, потому что здесь все очень хвалят зиму. Говорят, здесь зимой вообще изумительно. Тепло, очень много снега, то есть лыжи. И еще больше приключений можно найти. И сам воздух, особенно теренкур, по-моему, это даже не сравнится ни с чем. Кстати, не только скидка на отдых привлекла отдыхающих, но и желание укрепить свое здоровье после тяжелого года и перенесенной ковид-инфекции. Если измеряем сатурацию, то есть уровень содержания кислорода в крови, если она пониженная, ну, во-первых, мы отправляем гулять по теренкурам. Это в первую очередь, потому что, значит, где, как не на теренкуре, а зоном подышать, это естественная, как бы, кислородотерапия. Ну, есть и приборы для кислородной терапии, есть и гипокситерапия. Работают в санаториях и с распространенным постковидным синдромом, упадком сил после болезни. Таким путешественникам психотерапевты пытаются вернуть вкус к жизни. К слову, стоимость путевки в санатории выросла, но незначительно. Примерно на 5%. Ежегодное повышение никак не связано с туристическим спросом, пояснили в санатории. Кстати, если нет возможности пролечиться, достаточно приехать в Алтайскую здравницу, погулять по предгорьям Алтая, подышать уникальным воздухом, который в несколько раз укрепит иммунную систему перед сезонными инфекциями. Это обойдется гораздо дешевле, чем путевка в санаторий. Продолжение следует...